Доклад про большую боль и большое счастье, перехода на последние технологии. Чуть-чуть про себя уже сказали, у меня около 12 лет опыта, 8 из них примерно разработка, 6 тренерской активности, также у меня около 3 лет аналитической работы. Я интересуюсь месседжингом, у меня есть доклады на позапрошлой конференции Joker по оптимизации месседжинга, они уже выложены, можете посмотреть. Также я интересуюсь функциональным программированием, скалой, клажуром и всем, что с этим связано. Давайте немножко рассмотрим проблематику. Зачем вообще нужно переходить? Вы приходите, представьте, как я себя почувствовал, прихожу на новый проект, большой интерпрайзный проект, около 10 лет он разрабатывался, я там даже видел участки кода, которые писались на Java 1.4. Там были, допустим, когда я только начинал, читал Джошуа Блоха, как он расписывал, как нужно вручную инумы делать. И там я это видел. Это было просто жесть. Ну и, соответственно, на такой проект вы приходите. И, собственно, там боевая была Java 7, в общем-то, те, кто знает, она не так уж сильно отличается от Java 6, там различий не так много. Ну и, собственно, хочется перейти на последние технологии. Значит, давайте подумаем, зачем, во-первых. Ну, главное преимущество, которое я вижу, это функциональное программирование. То есть, действительно, Java 8 стала функциональным в значительной степени языком. То есть, там появились лямбды, появились, соответственно, optional, там, completable future, stream и так далее. То есть, в общем-то, ну, как сами создатели Java говорят, там, в частности, там, Куксенко, который имел там значительное отношение, он сформулировал в свое время так, что мы сделали Java языком функционально подобным. Да, то есть, ну, нельзя сказать, что полноценно функционально. Тем не менее, очень многие практики функционального программирования, они применимы к Java 8. Ну, в общем-то, такой код гораздо лаконичнее выглядит. Его меньше, и, соответственно, его проще контролировать, да, то есть, проще четко понимать. Вот, в общем, над ним гораздо лучше осуществляется контроль. Именно в силу того, что его меньше, и вы можете протрейсить все изменения. То есть, возникает такой синергетический эффект, когда у вас уже нет вот этих абстракций, которые все время протекают, а у вас просто вот слоеное приложение, и вы прям вот полностью контролируете весь workflow по любому кейсу. Это очень здорово. Кроме того, его легче читать и легче модифицировать в силу этого. Ну, мы с вами все помним, что код пишется один раз, а потом читается и модифицируется там сотни раз. Кроме того, его гораздо легче тестировать. Мы на этом еще остановимся чуть-чуть. И, наконец, это такой фрик-программинг, то есть, такой фан некоторый, такого перехода. Ну, и вообще, как бы, изменения – это хорошо. Да, то есть, чтобы не закисали мозги. Но это все, как бы, на самом деле не так важно, потому что истинная мотивация, когда я так вот глубоким таким самокопанием занимался, вот зачем, зачем все это делать, да, потому что в итоге там в какие, в какую боль это все вылилось, это как бы, ну, не та мотивация, да, и я стал копать, а в чем же на самом деле мотивация у меня была. Я пришел к тому, что вот это на самом деле об этом говорил Фрэнсис Бэкон, правда, мы его не поняли. Еще в советские времена был такой распространен очень перевод вот этой вот фразы. И, в общем-то, если из вас, у кого там с английским хорошо, наверное, знаете, что это неправильный перевод, настоящий перевод знания власти. То есть, слово «пало», оно в английском больше означает власть даже, чем именно какую-то энергию там и так далее. То есть, на самом деле, за стремлением к знаниям, на самом деле, лежит стремление к власти. Это нормально, да, и там какой-то зашоренный там бот, он сидит за компом, там пытается стать лучшим программистером, потому что он там думает, что он всех подсадит там на свое какое-то решение и будет там влиять на весь мир. Другое дело, что власть в нашем культурном контексте, к сожалению, очень часто воспринимается как возможность неограниченного насилия. И здесь я имею в виду власть скорее в таком плане влияния, наверное. То есть, это, наверное, более точное слово, потому что, ну, действительно, если представить такую ситуацию, что вот проект на, допустим, шестой или на седьмой джаве, и все пишут, пишут там из года в год вот этот код, соответственно, там обслуживает заказчика, исходя из этого. А вы, допустим, в какое-то нерабочее время интересуетесь каким-то функциональным языком, например, скалой, клажуром, там, эрлангом, не знаю, там, там, хаскелем, если вдруг. Есть, кстати, люди, кто хаскель копал чуть-чуть хотя бы? Ну, вот, несколько рук вижу. Здорово. Вот. В общем, если у вас это в качестве хобби, понятно, что хаскель на продакшн практически не продать. То есть, даже в стартапах хаскель не особо воспринимается. Ну, и, соответственно, кровавый энтерпрайз, там, никакой крупный заказчик никогда на это не пойдет. Слишком рискован, академический язык и так далее. Но для себя это очень хорошо. Так вот, соответственно, вот вы чем-то таким интересуетесь, и получается, что вы как бы инвестируете в это свое время. Вообще, на самом деле, вот эта философия инвестирования, она очень хорошо ложится на технологический уклад, на то, что мы делаем. Потому что, когда вы изучаете какую-то технологию, вы фактически в нее инвестируете. То есть, вы инвестируете в нее свое время, свои силы, вы в ней разбираетесь. И это в дальнейшем может окупиться за счет того, что вы эту технологию примените как свое конкурентное преимущество в карьере. Ну, и, соответственно, вот в случае моем, я, в общем-то, как человек, интересовавшийся функциональщиной задолго до появления восьмой джавы, пришел к тому, что если джава сейчас функциональная, и если мы на нее сейчас перейдем, то я-то уже знаю, как правильно писать функциональный код, я-то уже с этим дело имел, я-то знаю все паттерны, я знаю, как правильно писать, чтобы не набрать себе проблем, чтобы не выстрелить себе в ногу. И если всех членов проекта переводят на вот эту восьмую джаву, фактически я становлюсь в позицию ментора. Фактически я становлюсь в позицию такого старшего разработчика, который всех учит, который там не пропускает код-ревью, и это способен нормально обосновать, продать команде какое-то новое решение. То есть, грубо говоря, вот ты в свою среду погружаешь всю проектную команду. И там все идет по твоим правилам в значительной степени. И там ты гораздо опытнее, чем они все. То есть, на самом деле, можно сказать так, что переход на восьмую джаву дает возможность сделать резкий карьерный рывок. Вам всем. То есть, вы на проекте вдруг становитесь ключевым разработчиком, вдруг становитесь разработчиком, который знает все, в условиях, когда остальные не знают ничего, они вынуждены уже задним числом все это изучать. Понятно, что они это сделают, может быть, несколько быстрее, но пока они этого не сделали, вы ментор, и к вам прислушиваются архитекторы, тимлиды, менеджеры уже на вас смотрят совершенно другими глазами и так далее. Потому что вы определяете гораздо больше на проекте, чем до этого. Это вот что касается мотивации. Ну, что касается технической части. Понятно, что там известен закон Амдал, я кратенько по нему пробегусь. Если вот самую суть выдавать, то мы привыкли заливать проблемы железом. Ну, вот предыдущий докладчик немножко тоже говорил про оптимизацию. Но на самом деле реальный рост производительности при залитии проблемы железом практически не наблюдается. Про это как раз закон Амдал. И только если у нас сам софт написан достаточно распараллелен, вот только тогда мы получаем рост производительности. А просто если у нас код императивный в один поток, то, собственно, какая здесь производительность? Ну, это вот в середине 2000-х произошел такой переход. Значит, теперь по поводу функционального программирования. Что оно по сути собой представляет? Ну, у него есть там свои недостатки и достоинства. Значит, сначала про достоинства. Его, действительно, как я уже говорил, просто тестировать. В нем меньше зависимостей и в силу этого меньше ошибок. Как говорится, традиционный ОПО-подход – это когда вам нужен банан, вы получаете вместе с ним гориллу, которая его держит в руке, и кусок джунглей в передаче. То есть, когда подтягиваешь какую-то зависимость ради какой-то одной-двух, максимум пяти разных методов каких-то в каком-то классе, у тебя там огромная библиотека подгружается в твой проект, соответственно, все ее баги ты огребаешь, ну, и, в общем, там по полной программе. В функциональном программировании все гораздо проще. Там другие немножко законы. Недостатки. Ну, главный недостаток, собственно, с точки зрения менеджмента, можно сказать так, что вот функциональщик пишет код непоследовательно. То есть, нет такого процесса, когда вот менеджер бы так мониторил так немножко, да, вот у меня там Вася программирует, он там что-то пишет, так вот каждый там час, грубо говоря, появляется там несколько новых строчек кода, и там может быть десятки, там он тут там постепенно пишет, пишет, пишет. Функциональщик – это такой человек, который сидит, там может несколько часов тупить над какой-то одной проблемой, там тупит, тупит, что-то пробует, да, потом что-то стирает, потом снова пробует, так, 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 и может там через полдня, может через день только там к вечеру раз у него озарение, да, и он сделал, и все прекрасно работает. А вот менеджеры обычно очень на это так странно реагируют, их нужно приучать к этому. Это вот такое. Ну и, соответственно, да, это вот я бы сравнил с тем, что как вот есть писатели-празаики, да, они пишут там просто тексты, и вот есть поэты, да, которые вот еще должны это все как-то зарифмовать, там более кратко, более емко, соответственно, писать и так далее. Вот обычное императивное программирование функциональное, я бы вот сопоставил вот так. Соответственно, есть ряд психологических, как бы, вещей, которые нужно преодолеть, чтобы начать писать по-функциональному. Первое – это вот ленивые вычисления понять. Кто считает, что здесь будет, собственно, три? Поднимите руку. Так, не так много. Кто считает, что здесь будет пять? Так, а остальные что считают? Или пока вычисляют? Что тут вычислять? На самом деле будет и три, и пять, просто в зависимости от языка, да, условно говоря. То есть если это язык императивный, то есть вот один из перечисленных, то это будет три. Если это язык функциональный, то есть для которого ленивые вычисления характерны, то здесь, условно говоря, будет пять. Но опять же, это такой псевдокод, то есть понятно, что там на каждом языке он будет свой немножко. Но, в общем, идея ленивых вычислений именно такая, что вот вы как бы вот запоминаете в А не то, что это там результат на момент, когда вы это записали, а что А просто является суммой Б и С. И когда вам вдруг понадобилось А вычислить, то вот вычисляется уже в этот момент. Ну, это можно там продемонстрировать на Excel. То есть если кто на Excel там что-то делал, то наверняка сталкивались, что там какую-нибудь ячейку, там одну скажешь, там, что вот у нее там пятерочка, там другую там троечка. И в третьем можно сказать, что это вот первая ячейка плюс вторая. Потом первую можно поменять, и, собственно, там сумма тоже изменится. Следующий анекдот. Соответственно, вот приходит такой студент, и его спрашивают на экзамене, сколько будет 5 плюс 2, да? Ну, он, естественно, отвечает 7, да? Профессор там, да, похвально. Действительно, тест там 5 плюс 2 будет 7. Правильно, молодец. А сколько будет 5 плюс 3? Значит, он говорит, ну, 8. Говорит, вот нет, неправильно. Значит, почему? Сколько? Значит, 10. Как? Ну, вот потому что на предыдущем шаге 5 мы уже превратили в 7. То есть это вот тоже мышление, да? Определенное. То есть мы как бы вот уже как бы пятерку превратили в семерку, и дальше уже работаем как бы с пятеркой как с семеркой. Это вот тоже такой момент. Соответственно, вот что касается более такой глубокой методологической проработки, функциональное программирование, оно, в общем-то, соответствует больше диалектике, да? А традиционное ООП – это вот скорее Аристотелева логика. Ну, вообще философия мировая, она как бы, если так вот, при крупном приближении, там вот два основных таких авторитета – это Аристотель и Гегель. Аристотель, собственно, описывал вот эту античную философию, и там все базировалось на статике. И поэтому там, собственно, вот в силу вот этих статических отношений у нас есть вот эти вот опори Зенона, так называемые, да? Вот эти парадоксы, там летящие стрели, там ахиллеси черепахи и так далее, да? То есть они просто показывают, что мир динамичен, мир устроен не как просто статические связи. Ну, вот если представить, вот что такое река, спросить какого-нибудь ООПшника, да? То есть, ну, он скажет так, что вот есть некий класс река, у него есть mutable state, соответственно, и вот есть метод getter, есть к нему setter, да? Можно установить там на какое-нибудь событие, там, изменение таймера, не знаю, что-то такое. Ну, и, соответственно, вот мы его как бы можем в любой момент считать и посмотреть, что происходит. Если мы спросим функциональщика, то функциональщик ответил бы в стиле вот Гераклита, что дважды нельзя войти в одну и ту же реку. То есть, грубо говоря, у нас всегда, каждый раз это новая вода. То есть она там притекает, притекает, и старая вода уже утекла. Соответственно, это просто некая абстракция какого-то состояния, что вот что-то течет через что-то. Можно это представить так же, как фильм, да? То есть мы привыкли, там, придем в кинотеатр, там, смотрим, там, какой-то экшен, кто-то бегает, там, кто-то стреляет, там, кто-то кого-то любит. А на самом деле все это происходит, ну, это не происходит, это просто одновременно, это записано на пленке, да? Эту пленку можно так размотать, посмотреть все кадры, то есть они не… Экшен возникает только если мы их последовательно показываем. Примерно то же самое у нас связано с системой контроля версии Git, да? То есть у нас есть там указатель Head, да, который просто указывает на разные версии нашего репозитория. Но, в принципе, эти версии существуют одновременно и всегда доступны. Да? То же самое. Кроме того, функциональный подход говорит нам о том, что плохо использовать переменные. То есть функциональные языки, как бы, ну, понятно, они идут навстречу и так или иначе предоставляют инструментарий работать с переменными, но стараются, как бы, во всех стайл-гайдах писать, что это плохо, лучше использовать всегда константы. Сначала это вызывает шок, да? Обычно вот людей, которые привыкли по императивному писать, они говорят, что, ну, как же, переменных нету, как без переменных-то, это же чуть ли не самое главное, да? Ну, вот алгоритм вычисления факториала, ну, пока оставим за скобками, там, какой будет стэк-трейс, да? Там, как будет это все в стэке располагаться. Но, на самом деле, здесь просто я хотел показать, что можно без переменных вычислить вот такую логику. На самом деле, большинство логики, которые мы пишем, можно вычислить без переменных. То есть переменные – это своего рода такой костыль, то есть можно обходиться без него. Также очень важная часть функционального программирования – это вот детерминирование и сайд-эффекты. Есть такое понятие «чистая функция», которым, в общем-то, ну, моя практика показала, что можно привести до 90% всех методов ну, какого-то достаточно большого проекта. То есть не все, но большинство. Значит, можно сказать, что все выходные результаты определяются входными, да, то есть нету какого-то чтения из глобального контекста или откуда-то еще каких-то данных. То есть мы, как бы, возвращаем один и тот же результат в ответ на одни и те же входные данные. То есть единственное, что обрабатывает функция – это ее параметры. Ну и нет сайд-эффектов, то есть, наоборот, мы и не меняем никакой глобальный скоп, ничего в контексте нашего приложения, только вычисляем выходной результат. Да, вот это чистая функция такая. Ее очень удобно кэшировать, ее очень удобно удаленно вызывать, параллелить, то есть, опять же, рассылать на несколько кластеров, на несколько машин в кластере, я имею в виду. И, соответственно, ее очень удобно тестировать. То есть прекрасная совершенно вещь. Ну и, соответственно, вот как можно использовать в логировании. Вот мы все знаем, что обычно вот эти инструменты логирования, они принимают какие-то строки, которые выводятся в лог. Но мы знаем, что, в общем-то, в лог может либо вывестись что-то, либо не вывестись. То есть в зависимости от настроек, в конфиге где-то и так далее. И мы выставляем уровни логирования, в зависимости от этого получаем, может, какой-то прирост перформанса. Но проблема в том, что мы все равно эту строку конкатенируем. Конкатенинация строк – это не такая простая операция, как кажется. Соответственно, хотелось бы вот этого избежать. То есть хотелось бы, чтобы вычислялась вот эта конкатенинация только в том случае, если нам действительно нужно логировать. И вот тут нам очень здорово помогает 8-я джава с лямбдами, где можно теперь написать вот так. То есть эта лямбда вызовется уже внутри лога, если у нас уровень логирования построен правильным образом. Соответственно, у нас на этом еще перформанс подрастает. Дальше. По поводу эксепшенов. Какой у нас самый частый эксепшен? NPE. Совершенно верно. Как мы от него возвращаемся? Седьмой джаве раньше. Да, совершенно верно. Проверки на null. Ну вот классический такой код. Его обычно показывают функциональщики. Значит, вот у нас есть функция, которая вычисляет город по имени. Ну и вот мы, соответственно, юзера сначала находим. Потом у этого юзера адрес, потом, соответственно, почтовый этот код, потом, соответственно, город. И вот город уже там выводим, если он не null. Вот такая штука. Во что мы ее можем превратить с использованием 8-й джава? Ну вот такая вещь. Кто-нибудь здесь видит еще возможность для оптимизации, кстати? Ну, сразу optional будет нарушать API, если у вас он сложился. Да, совершенно верно. Вот здесь вот, так как передается тот же самый zip-код, можно еще вот так сократить. Ну, в общем, вот такой код, он, с одной стороны, более лаконичен. С другой стороны, он, в общем-то, и читается лучше. Ну, при определенном навыке, опять же, чтения. То есть мы должны это все понимать. То есть алгоритмы MapReduce, они очень часто во многих языках используются. Вот здесь, по сути, маппинги, да, производятся. То есть что здесь происходит? Мы просто говорим, что findUser может вернуть null. Соответственно, вот потом берем, маппим вот сюда. И в итоге, если там null, то выкидываем exception. Правда, здесь FlatMap, по-моему, надо поставить. Ну, в общем, идею поняли. Значит, дальше. У нас, кто использует YoduTime? Нимите руки на проектах. О, так, руки есть, да. В общем, для вас будут отдельные слайды. Это пока для тех, кто не использует. Значит, этот прием, точнее, этот код был показан на конференции Java 1 в 2008 году. Значит, здесь, в общем-то, если вы так… Ну, давайте я вам пару, полминутки дам почитать его, чтобы понять, что он делает. В общем, я надеюсь, достаточно читабельно. То есть, здесь действительно делается дата новая. Соответственно, таймзон берется, соответственно, из Азии. Потом делаем календар по нему. Форматируем его с помощью специального симпл-формата. И, соответственно, выводим на печать. Этот код прекрасно читабелен, но он неправильный, собственно, в тех местах, где я подчеркнул. Теперь я сейчас переключу, там будет правильно. Вот так получится. Значит, почему-то date начинается с 1900 года. Не совсем понятна мотивация людей, которые это делали. Месяца начинаются с нуля. То есть, январь – это ноль. Или как здесь на Украине январь? Я знаю, что здесь месяца по-другому называется. Да. В общем, он нулевой, поэтому декабрь, получается, 11-й. Да, вот последний месяц. Соответственно, дальше. Ну, да, остальные уже адекватно. Дальше. У нас нету такой тайм-зоны. Нам приходится вот просто указывать числом. У нас нету конструктора Григориан Келлендер, который принимал бы дату. У нас есть только сеттер для него. Тоже не совсем удобно. И, наконец, вот здесь нам приходится специально форматировать, преобразуя обратно к дате. И тогда вот он нам выведет то, что надо. То есть, в принципе, достаточно большое неудобство. Возникает такая нечитабельность этого кода. Значит, в чем основная проблема? Проблема в том, что мы не можем вот так вот взять и назначить какую-то встречу в такое вот время. В количество миллисекунд, начиная с эпохи Unix 1970 года. А на практике у нас есть люди и есть машины. И человекочитаемый код – это в некотором смысле уже антагонист хорошо работающего кода. То есть, подружить это еще нужно очень сильно постараться. Значит, у нас есть теперь JSR310, который в Java 8 эту проблему прекрасно решает. То есть, у нас есть класс Instant, который представляет момент времени. То есть, у него там есть константы достаточно удобные. Там min, max представляет миллиардный год. Соответственно, есть метод now. Там вообще конструкторов нету. Там все через статический метод инициализации делается. Ну и, соответственно, у него там предопределены equals, хэш-код и прочее. Также есть duration. Это промежуток во времени между двумя инстантами. Соответственно, тоже там берем now, now. И там, ну, ладно, Шепелев не видит, можно. Ну, по-хорошему, конечно, здесь там JMH действительно нужно было бы использовать. Ну, здесь я просто для простоты показывал. Кроме того, вот если в Java 7 мы писали, чтобы прибавить к сегодняшнему дню какое-то дополнительное, допустим, количество дней, то нам приходилось писать вот такой код. То есть берем календар, потом говорим, что там вот сегодня у нас там 12 ноября. Соответственно, вот это расписали. Здесь мы можем написать просто вот так. То есть совершенно другой уровень кода. То есть очень интуитивно понятно. Плюс, соответственно, вот number of days. Все как бы супер. Все, кстати, immutable. То есть вот он возвращает вот этот метод, новый объект. То есть старые остаются нетронутыми. Вот. Значит, также у нас со старой датой временем проблема была в том, что она представляла именно момент времени. А нам часто нужен целый день или целая неделя представить. Ну, допустим, день рождения. Это все-таки день. Мы не празднуем. Я родился там в 4 ночи. Я же не праздную в 4 ночи. Кто ко мне придет на день рождения. Я праздную днем или вечером, если рабочий день. То есть, в принципе, идея в том, что вот как бы часто нам нужно вот в рамках логики именно конкретный день представить. Или, опять же, там неделю, год и так далее. А дата нам этого не позволяет. Ну, вот здесь у нас есть local date, который совершенно прекрасно это дело представляет. То есть у него есть там, соответственно, date, year, month. Есть конструкторы там now. То есть он уже будет сегодняшнюю дату представлять. Ну, и так далее. То есть, в принципе, вот тут день рождения Алонса Черча. Это один из основателей информатики. В начале 20 века жил. Совершенно замечательный математик. Ну, есть вариант с числом. Задавать эту дату. Есть вариант с Enum. То есть, в принципе, очень удобный API. Это вот как раз уже для тех, кто поднимали руки. Потому что там история была какая. Разрабатывал вот этот товарищ, которого зовут Стивен Колберн. Библиотеку под названием Yoda Time. Она была достаточно популярна. И, собственно, вот на волне вот этой популярности его пригласили сделать GSR. Он сделал GSR, его приняли. И, соответственно, он является основным разработчиком вот этого стандарта GSR 310. И вот в своем блоге вот по вот этому адресу можно почитать его заметку про различия Yoda Time и GSR 310. Дело в том, что бытует часто мнение, что вот это типа как одно и то же. На самом деле, это не совсем одно и то же. То есть, на самом деле, там есть достаточно существенное отличие. И он вот там подробно это все расписывает. Поэтому, если интересно, советую почитать. Потому что, ну, действительно, там не получится просто пакеты заменить. Да, у вас там все слетит. Там по-другому называются конструкторы. Ну, эти и конструкторы, точнее, конструкторы там нет. Я уже говорил, классы. Да, классы и там методы другие и так далее. То есть, нужно еще привыкнуть. Значит, теперь давайте задумаемся, как со стороны заказчика это все выглядит. Да, ну, я вот люблю приводить пример, что вы, допустим, там каждый вечер по дороге домой покупаете, не знаю, там пакет молока или что-нибудь, да, там у себя в магазине, там, может, в вашем доме. И вот в какой-то момент вы там увидите, что цена выросла там раза в полтора или в два даже, да. И вы спрашиваете, что случилось, да. И вам взахлебно начинают объяснять, что вот мы тут оптимизировали логистику. Там такая классная, значит, теперь у нас машина, Мерседес. А до этого была там разбитая газелька какая-то ездила. И вот поэтому вот нужно отбивать. И вот мы, соответственно, цену повысили, да. Ну, вряд ли вы в этот магазин еще раз зайдете. Даже если там вам удобно по пути, да, найдете какой-нибудь другой. То есть, в принципе, идея в том, что заказчику нужны фичи, да, чтобы перформанс возрастал и так далее. Ему неинтересно, что вам там вдруг прикольнее стало программировать. Значит, какие бенефиты для него? Возможность привлечь в проект лучших экспертов. Понятно, что любой эксперт любит, чтобы, собственно, у него были последние технологии. Ну и, соответственно, тогда обратная сторона этого процесса, что эксперты не уходят, да, ключевые какие-то важные разработчики, они не будут смотреть на сторону, потому что здесь хорошие последние технологии. Значит, повышает командный дух. Да, вот опять же, то есть мы элита, мы работаем с последними технологиями. Разрешение проблем старых API. Понятно, что язык эволюционирует, платформа эволюционирует, новые какие-то вещи появляются. Какие-то старые проблемы, которые накопились на проекте, какую-то часть из них можно решить переходом на новую версию Java. Тем более, что Java там достаточно backward compatibility язык, но про это еще поговорим. Соответственно, уменьшение количества зависимостей. Опять же, в новый стандарт входит достаточно много удачных решений прошлых лет, которые были в виде библиотек. Теперь они в составе, собственно, платформы. Поэтому от той же самой юды тайм можно отказываться в сторону JSR 310, например. Ну и кроме того, последняя версия Java, она уже в апреле 2015 года. Я имею в виду седьмая. Она end of life, то есть она уже не поддерживается. Есть платная поддержка. Есть также поддержка сторонних производителей JVM, таких как Azul Systems, например. Но нету возможности напрямую получить быстро какой-то фикс, какой-то срочный баги, который вдруг был обнаружен. Соответственно, что касается внедрения Java. Ну, тут у меня сейчас небольшой кусочек про soft skill. Надеюсь, вам не уснете. Он действительно маленький. Вообще, процесс внедрения инноваций, он серьезно изучался еще в советские годы. Есть работы на эти темы. В частности, есть замечательный у нас менеджер в Эстонии, Владимир Тарасов. Он рассказывает, в частности, про внедрение инноваций. Ну, если так кратко, суть. Во-первых, инновацию нужно внедрять всегда на наименьшем участке. То есть брать какой-то небольшой участочек, внедрять на нем. Если можете внедрить на проекте, а не по всей компании, внедряйте на проекте. Если можете на каком-то подпроекте, в какой-то команде, в какой-то группе внедрять, внедряйте в ней. Очень классно, кстати, на это ложится архитектура микросервисов. То есть отдельный микросервис, можно написать на восьмую Java, и потом все это дело крутить. Соответственно, следующий момент – это то, что для внедрения необходимы три роли. Первая роль – это фанат инновации. То есть человек, который фактически не даст профанировать инновацию. Я вот как-то попал до этого еще на один проект. Там мне сказали, что Java восьмая, все хорошо. Я посмотрел его исходные коды и выяснил, что там Java восьмая заключается только в том, что там циклы forEach заменили на вызов метода forEach. И вот это все. Как говорится, где-то была сегодня киска у королевы английской, что-то видала при дворе, видала мышку на ковре. Вот примерно так. То есть если бы был фанат инноваций, он бы не дал это профанировать. То есть он бы сказал, нет, мы должны все поменять. Future меняем на Completeable Future. Мы меняем, допустим, гуаловские какие-то вызовы на Stream API. Мы там по-другому совершенно планируем логику. Мы там проверки на аналл убираем на optional. Там выпиливаем YodaTime, делаем DateTime API. Ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть он бы именно не дал вот это все профанировать. Если у такого человека нет, то, собственно, можно работать по принципу, что начальство хочет, но сделаем вид, что мы там сделали. Следующая роль – это менеджер инноваций. То есть это человек, который будет заниматься вот именно связями с заказчиком, связями с какими-то соседними проектами, с которыми мы интегрируемся, связями с какими-то внутренними процессами компании, будет именно всячески отстаивать на уровне менеджмента вот эту инновацию. То есть он будет вот этим заниматься. Без такого человека, собственно, возникает какая проблема. То есть если, допустим, инновация хороша, мы ее показали на каком-то небольшом проекте, и все. Как-то, в общем, мнение такое сложилось в компании у менеджеров, что для этого проекта повезло, вот так вот оно хорошо легло, ну и как бы и все. У меня в Первую мировую там был брусиловский прорыв такой. На одном участке фронта прорвали, и все. И все остальные там посмотрели, порадовались, и все. Да, вот примерно так. Ну и, наконец, третий человек – это крестный отец инновации. То есть это человек, который имеет достаточно высокое административное положение, в идеале там близко к гендиру, топ-менеджер какой-то, который бы дал добро, и в случае, если внедрение инновации вызовет какие-то проблемы, какие-то там сопротивления кого-то, он бы просто в административном порядке навязал, сказал, нет, все делаем. Да, и ему бы не смогли никак заткнуть рот. Потому что вот эти двое, как бы они там не старались, но они ничего не смогут, если не будет жестко сверху сигнала о том, что нет внедряемо все. Вот, все, софт-клова часть закончилась, теперь по технологии. Ну, в общем, прихожу я такой замечательный на новый проект, ну, как новый в кавычках, конечно, значит, новый для меня. И смотрю, там у нас мавиновский билд какой-то огромный, и вот там вот стоит вот эта версия в сорсе и таржете, и так меняю, и так, ну, чисто попробовать, да, то есть посмотреть. Ну, и, собственно, вижу вот это. Да? Вот, я думаю, знакомо, да, многим. То есть, естественно, там все падает, все там, до тестов даже дело не дошло. Ну, и я вот, значит, стою такой угрюмый, думаю, что делать. Значит, когда я подошел, собственно, с этим делом к менеджеру, там, к тем лидам, к архитекторам и так далее, сказал, что вот я бы очень хотел вот восьмую джаву, ну, вот там что-то падает, вижу. Соответственно, у нас, ну, как бы, вот, насколько это возможно. Ну, мне было сказано так, что, в принципе, говорит, мы не возражаем, да, там заказчик не возражает, все не возражают, но мы не будем на это время выделять твое. То есть, вот, если хочешь, личное время делай. Вот, и, по сути, я действительно тратил свое личное время. Ну, у меня там ситуация, в общем, позволяла. То есть, я там вечерами сидел, в праздники, выходные. В общей сложности я потратил около 80 часов. Я потом посчитал. То есть, вот, примерно 80 человек часов чисто вот на энтузиазме, там, фигачил это все дело. Значит, ну, давайте подумаем сначала, почему это так тяжело. Потому что в теории, да, у нас джава развивается с 95-го года. Она там прошла кучу версий. Там, ну, помните, да, вот, 1.4 там была птичка, потом был тайгер пятый, это шестая была там мустанг, седьмая была дельфин, восьмая, вот, я решил, что лямбда. Хотя, потом я узнал, что в урокле, когда устраивали внутреннее голосование, решили ее октопус назвать. Ну, типа, этот, осьминог. Вот, ну, может быть, от впечатлением от гитхаба, может быть, впечатлением того, что восьмая, да, восемь ног, вроде логично. Вот, ну, мне больше нравится все-таки говорить, что это лямбда, ее символ. Вот, то есть, в идеале у нас, как бы, должна быть backward compatibility, за исключением всего лишь там каких-то незначительных деприкейтов. То есть, грубо говоря, нам просто переход на новую версию должен обеспечивать source compatibility. Что такое source compatibility, надо объяснять? Ну, давайте, ладно, объясню. В общем, по исходным кодам. То есть, грубо говоря, подсовываем исходный код предыдущей версии Java, там он компилировался, мы знаем, и компилируем под новую версию, компилируется, да? Налицо то, что, в общем, так по факту не бывает. Следующий вид совместимости — это бинарная совместимость. Бинарная совместимость означает, что, собственно, у нас откомпилированные версии старых библиотек могут работать с новым, откомпилированным уже в Java 8 кодом. Ну и, наконец, есть еще behavioral compatibility — более сложное, комплексное понятие, которое, по сути, говорит о том, что нам нужно обеспечивать одинаковую работу с одинаковым, примерно, перформансом или лучшим, но не худшим того кода, который работал раньше. Ну и, соответственно, вот есть по этой ссылочке статья на сайте Oracle, которая говорит о том, что вот, собственно, есть там деприкейшены, есть дженерики, да, как проблема, и есть, собственно, вот B64 support. Давайте посмотрим. Значит, ну, во-первых, деприкейшены. Ну вот в SACS там убрали интерфейсы, которые не работали с namespace-ами. Вот этот класс Java Security сертификат окончательно устарел. Там какие-то классы, связанные с корбой, прости господи, что-то там с JaxB и так далее. То есть, в принципе, я думаю, что не такие уж важные вещи. То есть, мало таких проектов, где вот прям без этого никак. Ну и там перейти, в общем, достаточно просто. Значит, теперь про дженерики. Я столкнулся с тем, что компилятор Java 7 пропускал вот такие вещи. То есть, понятно, что один дженерик он проверит. А дженерик, который вложен по отношению к нему, он тоже проверит. А вот дженерик, который вложен по отношению к дженерику, который вложен в дженерик первого уровня, то есть уровень 4 и выше, он уже не проверяет. То есть, вот такой код, он нормально скомпилируется. В 7-й Java. Я с этим столкнулся, очень удивился, почему так. Восьмая Java уже этого не пропускает. То есть, она, я не знаю, насколько глубоко идет, но, по крайней мере, дальше. То есть, до 6-го уровня точно проверяет. Понятно, что кейс не очень частый. То есть, понятно, что, в общем, не так часто мы такие глубокие дженерики пишем, но все же, иногда это бывает интересно. Да, ну, сразу должно говориться по формату. То есть, передо мной стояла, на самом деле, задача не просто мигрировать на Java 8. Передо мной стояла более сложная задача, как следует из того, что я говорил. Это сделать проект таким, чтобы он компилировался и под Java 7, и под Java 8. То есть, грубо говоря, облегчить реальный переход, чтобы можно было действительно переключить просто версию, и проект бы не упал. То есть, спасти билд. Поэтому, собственно, я не мог себе позволить какие-то решения, которые чисто только в 8-й работают, а в 7-й не работают. То есть, мне приходилось именно писать такой код, чтобы он работал и там, и там. Поэтому, в данном случае, эта фича прекрасно ложится. То есть, исправляешь все дженерики должным образом, прогоняя через компилятор Java 8, и оно компилируется. Соответственно, наступает вот такое счастье. Такое же счастье, собственно, наступит, если мы перейдем на Apache Common Encoding вместо использования проприоритарных методов, связанных с B64 кодировкой. То есть, там в Java 7-й это было что-то типа sun-miss-con-save, тоже такое забитое, что нельзя, как бы не трошь. Но физически можно было использовать, но не рекомендовалось. Соответственно, в Java 8-й появился уже публичный нормальный класс с поддержкой B64. Но если на него заменить, то, собственно, не будет компилироваться в Java 7. Поэтому Apache Common Encoding – это наше спасение. Дальше. Ну, собственно, после исправления вот таких вещей мы вдыхаем жизнь. Поливаем там, как сначала полили мертвой водой, получается. Сейчас вот поливаем живую. Ну, про мертвой воду я не нашел картинки. Значит, давайте тогда попробуем показать, как это выглядит. Мы столкнулись со следующей проблемой. Есть в Java 8-й такое замечательное изменение, которое говорит о том, что можно дефолтовые методы писать теперь в интерфейсах. Это действительно облегчает очень сильно переходы со старых API на новые. То есть это позволяет вам добавлять какие-то методы, просто добавляя их в интерфейс. И, соответственно, в старых, допустим, классах, которые расширяли эти интерфейсы, в них тех методов нет, но они их тогда подтягивают из интерфейсов. Так вот, но проблема другая. Проблема с соблюдением принципа «don't repeat yourself». Один из столков Agile, который утверждает о том, что не нужно повторение кода. То есть дублирование кода как избежать? Ведь если вы в двух дефолтовых методах интерфейса написали один и тот же функционал, как бы вы поступали, если бы это было в классе? Один и тот же функционал, ну, выносим в другой метод, приватный, вызываем его из одного места и из другого. Ну, или там в других местах тоже, может быть, заюзаем. Так вот, с дефолтовыми методами в интерфейсах это уже не работает. Почему? Потому что если вы выносите какой-то функционал из двух дефолтовых методов в третий, то у вас расширяется контракт. То есть у вас появляется новый публичный метод. А все, что в интерфейсе, оно по умолчанию публичное. Ну и, собственно, непубличным его сделать нельзя. Это проблема. Собственно, было два варианта ее решения. Первый вариант – это взять практику из языков, в которых нет инкапсуляции, и где ее эмулируют на уровне кода стайла, такие как Python, JavaScript. Там принято приватные методы начинать с подчеркивания. То есть метод, начинающий с подчеркивания, про него как бы заранее все программисты знают, что вот в следующей версии библиотеки его может не быть. Соответственно, это не контракт. Вызывайте на свой страх и риск. В Java подобных практик не сложилось, поэтому мы долго думали и решили, что нет, мы не будем это использовать. Мы лучше используем такой более Java style. То есть мы придумали вот эту аннотацию private. Аннотация private замечательна тем, что ее можно поставить, она в принципе смотрится, то есть понятно примерно, что она делает. И, соответственно, ее можно снабдить вот таким комментарием, который говорит, что когда проект перейдет на Java 9, где уже наконец будет это исправлено, то в общем-то везде нужно пробежаться по коду, найти эту аннотацию и заменить на private. Это вот что касается вот этой проблемы. Значит, следующая проблема, которую я хотел показать тоже в коде, это проблема эксепшенов. Дело в том, что функциональное программирование с эксепшенами как бы несколько идеологически конфликтует. То есть нельзя сказать, что механизм эксепшенов в общем-то и для Java-то хорош, потому что мы все знаем, допустим, основу идеологии спринга в том, что не должно быть checked exception. Все эксепшены должны быть unchecked. Ну и кроме того, все вы знаете, что в общем эксепшены checked это исключительно особенность Java. То есть ни один язык другой вот эту концепцию не воспринял. То есть только Java и все. Поэтому, в принципе, если брать, допустим, Lombok, ну это несколько выходит за рамки доклада, там проблемы с эксепшенами тоже решаются специальной аннотацией с Nicky Trowse. Это вот у вас есть тут на Украине замечательный спикер Cikur. Вот он нам во Львове недавно читал классный доклад, там про виски еще как зажег. Как раз про Lombok советую тоже посмотреть. В общем, частично эта проблема решается вот так. Но с Nicky Trowse нам помогает только, когда мы ее ставим над методом. А когда у нас внутри, допустим, каких-то напластований, вызовов методов стрима и API происходит вот это все, ну и там в лямбдах будут какие-то эксепшены, то с этими эксепшенами очень неудобно получается работать. То есть это внутри лямбды, блок trycatch, это в итоге не смотрится. Поэтому мы идею решили взять из языка программирования скалы. Соответственно, здесь мы описали специальный класс, он называется AZA. Что такое AZA? Это как бы еще небольшой шаг вперед по сравнению с классом optional. То есть класс optional это у нас что? Это либо объект, либо null. А вот AZA это либо один объект, либо другой. Соответственно, у него есть там понятие left и right. И все методы вот на эту тему. То есть есть ли у него левый компонент, есть ли у него правый компонент. То есть если левый есть, то собственно правый должен быть null. Ну и наоборот. То есть вот таким образом. И соответственно вот под эту логику можно очень здорово представить любой метод, который может кидать какой-то checked exception, как метод, который на самом деле просто возвращает AZA либо содержащий объект, либо объект exception. И мы точно всегда знаем, кто из них left, а кто из них right. Ну обычно right это, соответственно, правильный объект, а left это вот exception. Но это уже просто можно договориться на проекте, как мы считаем. Так вот, общая идея AZA вот в этом. Соответственно, вокруг AZA мы построили небольшую библиотечку. В частности, прописали вот такой интерфейс, который называется exceptional, который по сути врапит эту самую AZA. И в нем прописали маппинги, в нем прописали преобразование к optional. У нас тут есть еще optional метод. В общем, все достаточно просто. И вот под эту самую AZA мы реализовали большое количество, собственно, по сути все известные на сегодня функциональные интерфейсы в Java 8. То есть function, boolean supplier, consumer, видим exceptional predicat, тут вот exceptional runnable, ну и так далее. Ну и кроме того, в ряде случаев было неудобно использовать только их, то есть не хватало еще использования вот такого функционального интерфейса, который бы принимал дженерифицированный vararx. Соответственно, сделали для консюмера и для функшена. То есть функшен что-то возвращает, соответственно, var consumer уже ничего не возвращает, только принимает. Ну и, соответственно, для них тоже есть вариант с exceptional. То есть вот такое некоторое дублирование, оно очень себя хорошо показало на проекте. То есть мы, когда вот это все… Ну, на самом деле мы сейчас в процессе всего этого преобразования. Но это дает достаточно хорошие результаты, и на других проектах я это тоже пробовал. Вот. В общем, код, который получается, я могу продемонстрировать на примере такого достаточно архаичного API, как GDBC, который, в общем-то, ну, вот изобилует, я бы сказал, checked exception-ами. Вот достаточно большое количество таких лаконичных методов, они позволяют как раз вот с этим работать. То есть вот map connection, по сути, просто делает что? Он берет connection, используя для этого конструкцию travel resources, и возвращает, собственно, то, то, что вернуло лямбда, которую мы сюда передали, которому мы передаем этот самый connection. Все. То есть простейший метод. Дальше statement. Вот он использует map connection, уже туда добавляет statement, и вызывает уже нашу лямбду со statement, возвращает то, что вернуло. Дальше мы, соответственно, берем… Ну, это вот execute scripts, это когда нам нужно проинициализировать, допустим, базу данных, но это для тестирования очень удобно, когда у вас есть скрипт какой-то SQL-ный, вы все это вызываете с ним. Ну, соответственно, вот он пробегает стримом по какому-то внешнему файлу. Этот внешний файл, собственно, сначала преобразует в байты, потом в строки, потом, собственно, сплитит по точкам с запятой, потому что операторы SQL разделяются по точке с запятой. Потом float mappet это на… собственно, уже превращает в стрим массива, и дальше по нему просто бежит и добавляет его в batch. И batch уже потом выполняет. Ну, то есть, вот пример того, как это можно реализовать. Ну, здесь на самом деле гораздо больше, но просто у меня уже заканчивается немножко время. Вот, я покажу только, как это выглядит уже в итоговом тесте. Давайте. Точнее, это у меня где? В тесте. В тесте, да. Так, ну, это из-за теста, да, это немножко не то. Сейчас, вот в DAO. Ну, вот примерно так. То есть, вот так это выглядело до, а как это выглядит сейчас, я сейчас покажу на примере другого проекта. JoutDB. Он тоже у меня лежит в GitHub, если интересно, можете глянуть. Там я прямо продемонстрировал это все для вас. Вот, jdbc, contact, да. Вот, например, вот, getObjects, да. Я сюда передаю просто конструктор, говорю stream, да, и возвращаю после этого стрим вот этих контактов. То есть, там используется как раз аннотация ламбока, которая просто говорит о том, что все поля, которые есть в этом классе, для них нужно сделать конструктор, и, соответственно, этот конструктор передается сюда. По этому конструктору мы вычисляем имена параметров, по этим параметрам вытаскиваем из таблицы, которая называется точно так же, эти поля, и, соответственно, вызываем конструктор, чтобы получить объект. То есть, очень лаконичный код, да, вот, собственно, ну, значимый тут, пожалуй, является только вот эта строка, да, со stream-ом. Вот, то есть, на самом деле, можно практически любой API, достаточно архаичный, достаточно такой, такой, изобивающий вот этими checked exception-ами покрыть тестами и покрыть, собственно, после этого, вот этим вот stream-API, с completable future-ами и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok